ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Разговоры об опасности близкого расположения линии электропередач ведутся уже не первый год. Если честно, я и сам стараюсь по возможности обходить их стороной. А как быть, если новые линии начали прокладывать в 20 метрах от дома? Влияет ли это на здоровье? Об этом наша сегодняшняя история. Меня зовут Юлия, я живу в доме номер один по улице Говору в западном административном округе города Москвы. Около нашего дома осенью начались работы по переустройству линии электропередач. Две линии по 110 кВт объединяют в одну и опоры сдвинули ближе к нашему дому. Нас очень беспокоит то, что напряженность магнитного электрического поля вокруг нашего дома и в квартирах будет значительно выше, чем была раньше, и может даже превысить допустимые пределы. Улица Говорова находится в западном административном округе Москвы на территории района Можайский. Проходит от пересечения Барвихинской улицы и Можайского шоссе в направлении на северо-запад до Барвихинской улицы. Панельный 12-этажный дом номер один построен в 1978 году. Городовой прибыл на улицу Говорова. Это вот, судя по всему, те самые линии электропередач. И нас ждет уже достаточно большая компания местных жителей. Сейчас попробуем узнать, в чем же дело. Здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, вас беспокоят вот эти линии электропередач, правильно? Да. Скажите, а как давно началась эта история с ними? История началась этой осенью, когда старые линии электропередач нам решили заменить на новые опоры и две линии электропередач, каждая по шесть проводов, разместить на этих новых опорах. Так что теперь их стало 12. Жители дома уже много лет с тревогой относятся к близости ЛЭП. Линии электропередач. Раньше и проводов было меньше, и опоры стояли дальше. А когда замерили расстояние до опор, паника в доме начала расти по экспоненте. Мы замеряли расстояние от крайнего фазного провода, у нас получилось 20 метров. Это та зона, которая в 160-м постановлении правительства Российской Федерации считается зоной технической, то есть зоной охранной ЛЭП. Вот в этой зоне ничего нельзя строить. 20 метров ровно до стены нашего дома, это та самая охранная зона ЛЭП. Магнитные поля влияют на движение заряженных частиц в крови, создавая электрические поля и токи вокруг сердца и основных кровяных сосудов, которые могут слегка затруднять поток крови. Возможные последствия варьируются от незначительных изменений в сердцебиении до возрастания риска появления патологического сердечного ритма. Согласно международным стандартам, допустимое значение напряженности электрического поля составляет 1000 вольт на квадратный метр. Рекомендуемый уровень воздействия магнитного поля на рабочих местах 200 микротесл в течение рабочего дня. При максимально допустимом уровне в 2 теслы. Для населения установлен уровень продолжительного воздействия 40 микротесл. Судя по толщине кабелей, напряжение в них не сильное. Сеть, скорее всего, не магистральная, а распределительная. Значит, и напряженность полей невысока. Мощность воздушных линий электропередач варьируется в зависимости от их назначения. Напряжение мощностью 20 кВт ниже подводится непосредственно к потребителям. Распределительные сети мощностью 35, 110 и 150 кВт снабжают электричеством предприятия и крупные районы. Магистральные сети напряжением в 220 и 330 кВт передают энергию от мощных электростанций. Однако жители дома считают, что их лэп самая мощная из всех существующих, и поэтому электромагнитные поля оказывают существенный вред на здоровье. Телефон, радио, да? То есть, если с ним ходишь по квартире, ты чувствуешь, как где-то начинает фонить очень сильно. Мобильный фонит фонит? Любое. Это, на самом деле, долго ходить не надо. Любого эксперта привезите, и все станет ясно. Скажите, а чего вы хотели бы добиться, чтобы здесь убрали эти линии? Мы бы хотели, чтобы ее закопали в идеале. Тем более, что в 2005 году была идея закопать эти провода в коллекторе, даже какую-то часть коллектора уже сделали. Осталось доделать и закопать. По новым линиям уже пустили электричество, но, насколько нам известно, еще не на полную мощность, поскольку работы еще не завершены. Чтобы разобраться в этой истории, городовой связался со столичными энергетиками. Валерий Алексеевич, расскажите, какого рода ведутся работы здесь, на этом участке, и какова их цель? Здесь ведется реконструкция высоководительных линий 110 кВт, от Чакова-Немчиновка и Сетунного-Кунцева. Реконструкция проводится в связи с заменой устаревших, физически устаревших опор и проводов по институционной программе МАЕСКО, которая разработана до 2020 года. В эту программу входит замена опор, проводов и подстанций. Старые ЛЭП стояли на этом месте с 58-го года прошлого века. Правда, что эти опоры стоят ближе к домам, к жилым, чем те, которые стояли раньше? Ну, вы знаете, значит, немножко приближение есть, потому что они пошире, траверсы пошире, потому что они четырехцепные. Но в нормы, наши нормы, российские, все укладывается, значит, 21 метр там соблюдается. Вот, все в соответствии сделано с проектом. Проект согласован по всем стандартам, московским нормам, российским также, экологическим. Так что тут никаких, как бы, нарушений с нашей стороны нет. Но почему бы не привести линию под землей? И пространство освободится, и жителям меньше беспокойства. Вот та соседняя линия, которая убирается вот рядом, вот, она переложена в кабель. Вот, но на данный момент работы еще не закончены, вот, и перспектива эти линии, конечно, переложить в кабель, она есть. Но жители утверждают, что работы по прокладке кабеля начинались в 2005 году. Почему прекратились, непонятно. Идем дальше. На этот раз в управление центральных электрических сетей. Примечательно, что в непосредственной близости от их здания расположены такие же опоры распределительных лэб, как и на улице Говорова. Существовали планы реконструкции данной линии в воздушном исполнении. Но появился инвестор, который захотел привести воздушную линию электропредач в кабельное исполнение. Начинались работы, начинались согласования. Но через некоторое время инвестор прекратил свою деятельность, прекратилось финансирование. И работы остановились. Компания вернулась своим старшим планом реконструкцию воздушной линии электропредач в воздушном исполнении. Городовой вновь на улице Говорова. Теперь с нами Александр Кукса, эксперт независимой экологической экспертизы «Тест ЭКО». Скажите, Александр, жители этого дома очень беспокоятся за свое здоровье в связи с непосредственной близостью линий электропередач. Скажите, обоснованы ли их опасения? Ну, степень обоснованности их опасений мы сможем понять после того, как проведем измерение электромагнитных полей. Но они правильно делают, чтобы беспокоиться, потому что это действительно может влиять на их здоровье. Неизвестно, что вот напротив этого подъезда максимальное удаление от провода приблизительно 24 метра. И ближе всего провод располагается к последнему подъезду, поэтому предлагаю начать отсюда и потом уже переместиться. Здесь что электрическое, что магнитное поле меньше минимально обнаружимого уровня. То есть линии электропередач, ну, в конкретной данной точке, вообще не оказывают никакого влияния. Все меньше пределов обнаружения, не то, что меньше пределов, допустим. В этом нет ничего удивительного. Распределительные сети мощностью всего 110 киловатт физически не могут выдавать напряженность полей близкую к опасной отметке. Итак, возле этого подъезда провода ближе всего. Ну, точно так же все меньше уровня обнаружения. Показатели вообще не изменились? Ну, чуть-чуть. По магнитному полю вырос на десятой доле процента. И все. Скажите, Александр, а может быть это связано с тем, что пока еще неполное напряжение пустили по проводам? Это может быть связано с тем, что неполное напряжение пустили по проводам. Но, по крайней мере, пока по проводам будет идти напряжение, на которое они рассчитаны или меньше, значение будет не очень сильно отличаться. То есть жителям этого дома беспокоиться за электромагнитные поля не стоит? Ну, я бы сказал так, что жителям этого дома беспокоиться насчет электромагнитных полей от этой линии электропередач не стоит. Понятно. Спасибо, Александр. Чтобы окончательно убедиться в безопасности линии, мы замерили напряженность полей прямо под проводами. Там прибор засек поля, но показания оказались в 10 раз ниже допустимой нормы. Другими словами, под этой лэп можно даже разбить палаточный лагерь и жить все лето без последствий для здоровья. Продолжение следует... Пишите письма на электронную почту. Мы ждем ваши отзывы и предложения.